всем привет так ну вот по ходу и завершился наш эксперимент пришел утром вот такая температура шпарит нагреватель во всю я так понимаю что не сработал вот этот вот терморегулятор по какой причине непонятно такая температура сколько по времени все это неизвестно не знаю как то тут привести это в порядок не понятно нет он не выключается что нам предпринять что-то предпринешь непонятно почему почему не сработал этот терморегулятор наши самое главное что и сейчас он не выключается он шпарит на полную сейчас попробуем выключить его как он выключается так вот мы выключили и все равно у нас все работает так что у нас получается залипло реле что ли в нем да вот видите все понятно короче я по нему постучал и он выключился в общем по ходу подгорания контактов реле силового который включает цепь произошло и он у нас не сработал не выключился залипли контакт реле так значит ну только там заявлены 10 ампер по моему да но здесь 10 ампер ты ну никак не будет ну чё прикалываетесь здесь 200 ватт обогреватель и понятно да он вообще ничего не потребляет вентилятор этот как бы вот подвела нас техника получается электроника нас подвела ладно я сейчас попробую здесь что-то реанимировать и продолжить инкубацию но думаю что бессмысленно уже это процедура наша будет потому как вы видели да какая температура сейчас открыл дверь надо все это выйдут отсюда максимально быстро так здесь у нас на этом градусники сколько на этом градусники 38 5 ладно сейчас что-то будем делать термометра который просто термометр температура падают она терморегуляторе на которой у нас запитана сайта нагрузка наша температура стоит на месте вот датчики вообще вот сюда высунул а он висит регулятор висит так вот его выключил сейчас включим 42 7 ладно сейчас посмотрим дальше так ну я вот быстро в течение 10 минут буквально перекоммутировал все на другой реле который у нас использовался просто как датчик подсоединил включил но думаю что все как бы здесь все пропало как говорится потому что не знаю насколько долго такая температура держалась брудере соответственно в 9 часов я это заметил может быть ночью произошло то есть нагрела яйца очень сильно а вот мы даже можем видеть смотрите датчик лежит на яйце вот на яйце датчик лежит уже выключился выключился терморегулятор и температура на яйце 38 и 4 показывает то есть яйцо перегрето уже видите насколько очень жаль потому что потому что я просвечивал уже в яйцах зародилась жизнь было развитие эмбриона видно но подвела нас техника вот видите какая температура уже 38 и 8 яйца ладно сейчас оставлю открытым но даже вот пальцем я ощущаю на горячее яйцо так что шпарила долго похоже давайте я покажу дату какая у нас сегодня так вот сейчас показания вот 10 0 9 а заложили яйца мы 31 0 8 вот столько времени прошло ну показания счетчиком нам сейчас уже наверно не интересно но было 1031 сейчас 1053 вот наш виновник я его опять подсоединил в сеть и он заработал то есть что-то там у нас ему не понравилось он просто тупо завис завис залипли контакты и все на этом вообще непонятно как такой прибор я его частенько вижу в инкубаторах но не очень сложных но все-таки его используют в инкубаторах ну допустим там они используют отдельный выносной силовое реле на включение там нагревательных элементов вентиляторов но скорее всего но все равно нагрузку меня извините 200 ватт всего было это никак не 10 ампер ну вот так вот короче говоря она вот видно так вот другое в оскоп принес вот видно да вот я кручу вот такая видите стадии развития уже плода вот но в общем давай еще одну какую-нибудь так ну давай откуда середины вот и середины покажи я взял середина видно было да ну взял что мы здесь видим тоже на пистике такая вот мы видим там есть жизнь ну все в общем ладно давайте такое мы с вами примем решение что мы оставим пусть как бы тарахтит дальше до посмотрим но надежда очень маленькой потому что я говорю вы видели температуру вы видели что яйцо на момент исправления этой проблемы было перегрето значительно сильно при том что у меня это дверца было долгое время открыто но даже на тот момент не остыла то есть перегрев был такой очень-то значительный но все наблюдаем дальше как бы вот такая у нас неприятности но вы знаете можно сказать что я думаю было бы все нормально в итоге если будут не было такого скачка у нас температуры потому что видите там развитие плода идет вот где безотказный инкубатор вот у нее не бывает перегрева плода и у нее роли никакой не может не сработать да милая сейчас я подсвечу а то плохо видит не подсветишь я же лампочка ааа ну ты моя зайка сиди все ладно кстати два два извините цикла первый она уже высидел своих на второй же положили но кстати по вашей рекомендации так что ничего не знаю если сдохнет на всей общей совести будет вот решили попробовать два цикла подряд детишек убрали яйца снова новые предложили ужас так на этом заканчиваем маленький наш репортаж всем удачи хорошей инкубации и чтобы такие неудачи вашего вас обходили стороной